Мы продолжаем выпуск. Сегодня в экономическом суде вынесли решение по гражданскому иску Центра защиты прав потребителей против Рудинского отдела строительства. Защитники пытались доказать, что эксплуатировать новое колесо обозрения опасно. Всего одно слушание, одна экспертиза и судья поставила точку в разбирательстве вокруг аттракциона. На процессе побывали и наши корреспонденты. В минувшую пятницу в Кустанайском экономическом суде начали рассматривать дело по Рудинскому колесу обозрения, которое в мае этого года забраковали представители общественного объединения Центра защиты потребителей после появившегося видео с переворачивающимися кабинками. На суде были выслушаны все стороны, в том числе и независимый эксперт. Как пояснил эксперт, причины бесконтрольно переворачивающихся на ветру кабинок стали не запертые оператором аттракциона двери. Так или иначе, возможно, скрытные дефекты, понимаете, скрытые, которые невозможно определить. Ну, сразу, ну, привезли это колесо, они его собрали, начали тестировать. Ну, вот начали кабинки болтаться. Для них это тоже было как бы... Да, они были удивлены. Но для того, чтобы это все устраивать, это нужно работать или еще. Судья Айнур Танерберген выслушала все стороны. Уже сегодня утром вынесла решение. Удовлетворение исковых требований общественного обвинения Центра защиты прав потребителей города Рудного полностью отказано. Основанием для отказа удовлетворения исковых требований послужили в связи с неверным определением круга требований ИСЦА. Адвокат, представляющий интересы Рудинского Центра защиты прав потребителей, пояснил, что планирует обжаловать решение экономического суда, так как считает, что данное колесо обозрения эксплуатировать нельзя. Нас пригласили для участия в последний момент, поэтому для того, что у доверенности не были расписаны полномочия, помять требования самостоятельно мы не могли уже. Напомним, что в отделе строительства и подрядной организации Алатау Горстрой признали, что аттракцион был приобретен в Китае без гарантии от завода. В суде стало известно, что согласно закона о госзакупках в Казахстане разрешено приобретение аттракционов только в странах, входящих в таможенных союз. Поднебесное, как известно, в этот список не входит. Хамзан Руписов, Болслоликенова, РТН Дисциплинарное дело в отношении Акима Новошумного сельского округа рассмотрел Совет по этике. За короткий срок на этой должности мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности и каждый раз нарушая правила дорожного движения. Подробности в материале моих коллег. На очередном заседании Совета по этике рассматривалось дело Акима Новошумного сельского округа Федоровского района. Булат Бакиджанов с августа прошлого года был исполняющим обязанности Акима сельского округа, а 14 января его назначили на должность Акима. Впервые в поле зрения полиции сельский Аким попал спустя несколько дней после назначения на должность. Так, 19 января 2019 года отделом полиции Федоровского района Бакиджанов в порядке сокращенного производства привлечен к административной ответственности по статье 591, часть 1 КОАП РК «Пользование водителем при управлении транспортным средством, телефоном или радиостанциям с наложением взыскания в виде штрафа на сумму 6 312,5 тенге». Но на Совет по этике его привело второе административное нарушение – вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказал Булат Бакиджанов, 2 марта он праздновал день рождения друга и выпил буквально две бутылки пива. А после ему пришлось сесть за руль, так как позвонила мама и сообщила, что у отца возникли проблемы со здоровьем. Сельский Аким сразу же направился к родителям в Затобольск, но по пути его остановили сотрудники полиции и составили очередной протокол. Вину признам в суде и вину признаю. И здесь физический кодекс нарушен. «За оба нарушения понес наказание. Первое – в виде штрафа денежных средств, второе – в виде лишения специального права». Сейчас Булат Бакиджанов лишен водительских прав на три года. Но Совет по этике считает это недостаточным наказанием, поскольку в первую очередь он госслужащий, который должен соблюдать этику и всегда находить выход. В этом случае мужчина мог попросить кого-нибудь подвезти его. «Раскаиваться, я так понимаю, по результатам его пояснений. И хотел бы сказать, что это, как бы ни было, это, уважаемые коллеги, согласитесь, это проступок. Это дисциплинарный проступок, который должен подвлечь миру ответственности. Только другое дело, конечно, мы должны определиться с его категоризацией, с его степенью». Члены Совета заслушали характеристику Акима, которая оказалась положительной. И после недолгих раздумий единогласно рекомендовали Акиму Федоровского района Таубе и Сабаеву назначить своему подчиненному строгий выговор. А также посчитали, что не лишним будет провести ряд профилактических мероприятий в районе и напомнить чиновникам об этике госслужащих. Алексей Кудрявцев, Камила Солкомбаева, РТН Другим темам. Храм Косьмы и Дамиана в селе Боровское считается достопримечательностью Кустанайской области. Четыре года назад здесь был установлен новый купол, который стал одним из самых больших церковных куполов в регионе. Его диаметр 8,5 метров, а высота около 13 метров. Сегодня храм посещают многочисленные туристы в рамках специальных паломнических туров. О его истории узнавала Татьяна Калюжная. Как свидетельствуют архивные записи, первый храм в селе Боровское был построен на месте старой деревянной церкви, которую возвели в 1888 году прихожане. Но затем для 4000 жителей он стал мал, и уже в 1904 году было дано разрешение на постройку кирпичной церкви. Через год здесь приступили к возведению нового храма. Строительством руководил зодчий из Ярославской губернии Михаил Кириллов. Строительство велось исключительно на добровольные пожертвования боровчан и селян ближайших поселков. Лес для строительства храма возили на телегах из поселка Аракарагай, а кирпич для строительства храма использовался местного производства. То есть жители сами обжигали кирпич, изготавливали партии, которая шла на строительство данного храма. В 1933 году храм закрыли, иконостасы все были разгромлены, иконы лежали на полу, никем не охраняемые. Сначала здесь устроили кинозал, затем был цех по производству тракторов Челябинского завода, зерносклад, школьный тир и детская спортивная школа. В 1990 году храм был передан православной церкви, но реконструкция началась лишь 15 лет назад. Фрески в храме расписывали в течение нескольких лет. Даже сейчас, когда отсутствует отопление зимой, они сохраняются вполне хорошо. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что здание храма перед началом зимы постепенно остывает, и также перед началом весны постепенно нагревается. Реставрация храма шла и идет на деньги местных бизнесменов. В 2015 году здесь демонтировали старый и установили новый купол, который сейчас является одним из самых больших куполов Кустанайской области. Его диаметр 8,5 метров, а высота около 13 метров. Также здесь возвели колокольню взамен разрушенной, а в прошлом году поменяли окна. Полностью мы снимали деревянные окна, которые были, мы снимали их полностью. Там нижний брус был гнилой. Мы убирали, восстанавливали, красили. Все вот это внутри, вот эти все окна мы полностью реконструировали. В прошлом году хлопотное. Во-первых, все это надо было подогнать под это, подделать. Во-первых, стекла все были разбиты, много разбитых стекол. Мы все поменяли. Это дерево родное, дерево, которое оно было. Кое-где меняли переплет. Сейчас храм Косьмой Дамиана – местная достопримечательность. И хотя он не вошел в карту сакральных мест Кустанайской области, храм посещает туристы в рамках паломнических туров в наш регион. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. В мире насчитывается 252 страны. В 61 из них успел побывать житель Румынии Богдан Веселовский. Несколько недель назад он на пароме из Азербайджана пересек границу через Каспийское море и теперь путешествует автостопом по Казахстану. Два дня Богдан проведет в Кустанае. Что движет вольным путешественникам, узнала Болслу Аликенова. В Кустанай заехал автостопер Богдан Веселовский – 31-летний путешественник из Румынии. За его плечами десятки тысяч пройденных километров и несколько пар стертой обуви. А началось все с волонтерской работы на африканском континенте. Волонтером я был один год в Африке, в Малавии. И после Африки я сказал, что я хочу посетить мир. Богдан за 6 лет успел посетить 61 страну мира. Очень долгим было путешествие по Южной Америке. Еще недавно автостопер гостил в гостеприимном Баку. Затем, пересев на паром, переплыл Каспий. Проехав бескрайние засушливые степи Актау, Атырау и Актобе, он наконец доехал до оазиса – Кустаная. Ну, конечно, мне иногда трудно идти пешком, солнце, идет дождь, тяжелый рюксак. Я иду пешком или автостопом бесплатно. И только у меня нет денег за гостиницу. У меня палатка здесь. И тоже есть гостеприимчатые люди, которые принимают гостей тоже бесплатно. Есть сайт интернета, который называется «Couchsurfing», как Facebook для путешественников. По профессии Богдан Веселовский – учитель английского языка. По специальности успел поработать только в Африке. Все остальное время посвятил путешествиям. В джунгли, в Амазоне. Я жил один год туда, и потом Перу, Боливия, Чили, Аргентина, Уругаи, Парагуаи, Бразилия, Коломбия, Венезуэла. Впереди у автостопера Китай, Индия, Вьетнам, Таиланд и другие страны Южной Азии. Было такое, что он три года не был в родной Румынии. Мама Богдану не разделяет его страсть к путешествиям. Она говорит, что надо семья, детей. Потом, может быть, семья, детей. Но сейчас хочу путешествовать. А пока улыбающийся путешественник. Именно так переводится его название страницы в Инстаграм. Восхищается просторами Казахстана. Первый раз, когда я видел верблюда здесь, в Казахстане. Я попробовал, как называется, швут. С собой у автостопера, видеокамера, солнечные батареи и 23-килограммовый рюкзак со всем необходимым. В планах Богдана написать книгу о своих путешествиях. А уже завтра автостопер отправится в город Нур-Султан. Хамза Нур-Писов, Балслой Ликенова, РТН. И пока это все новости. Спасибо, что были с нами. До свидания.